здравствуйте моя семья моя интернет семья все кто только что ко мне присоединился всем здравствуйте а я сейчас читаю ваши письма и радуюсь этим письмам интересные письма конечно такие без иммунной фамилии скажем но интересные письма хочется мне зачитать все-таки интернет семья в эфире мне 43 года разведена у меня взрослая дочь и маленький сын есть и близкий человек моя одноклассница давняя подруга каждое лето я ездила к ней в гости видела как растет ее сын роман красавец два года назад я приехала без предупреждения дверь открыл он сказал что мама отправилась отдыхать что делать я осталась через два дня мы с романом стали близки поверьте я нормальная женщина без отклонений но влюбилась как девчонка а он боготворил меня мы провели вместе прекрасное время но пришла пора мне уезжать вскоре я родила сына роману решила не говорить но не выдержала и приехала к нему опять его мать моя подруга сказала что сын сам не свой только обо мне и говорит сейчас мы вместе все карты открыты нас с трудом но поняли хотя мы и без этого счастливы интересное такое письмо интересно ну что ж счастье видите не знаешь где найдешь не знаешь где потеряешь не знаешь когда найдешь не знаешь когда потеряешь но я ничего не хочу говорить по этому поводу я просто вот решила озвучить некоторые письма причем не называя имен так будет интересно всем нам вот вроде как и все хорошо и все радостно но духовного не хватает я не хочу ничего предрекать но включите скажем так откройте божий канал и и действительно ваше то что вы называете счастье оно засияет она засияет именно так как оно должно так дальше вот такая вот история такое письмо следующее два года назад жизнь казалась не сплошной черной полосой я рассталась с любимым любимым но не любящим боль разочарование попытка хоть как-то развеселиться на свадьбе у друзей ресторан танцы знакомства с молодым человеком имени которого я даже не запомнила и опять унылые будни дом работа и горечь от мысли что приближающийся новый год буду встречать одна как-то вечером раздался звонок тот самый молодой человек разговор ни о чем и мое несерьезное обещание ему позвонить опять звонок потом еще и еще мы болтали каждый вечер затем встретились второй раз в жизни он предложил отметить новый год с его родителями это смелое предложение застало меня врасплох но я согласилась удивляясь себе и чувству комфорта рядом с этим спокойным сильным мужчиной но жизнь без сюрпризов не бывает в тот же вечер позвонил мой бывший сердце рвалось на части старое чувство разбередило душу но и новые отношения стали очень дороги и я решила останусь на празднике дома одна в ответ от молодого человека услышала горько счастлива и меня моментально осенило он моя судьба я могу его потерять звоню ему и на взрыв говорю забери меня с собой это был самый счастливый новый год теперь мы женаты а я всем говорю верьте в судьбу она настигнет вас там где не ждешь вот такие вот иногда девочки письма приходят из того что жизнь диктует свое вовсе не значит что с ней нельзя договориться с ней можно договориться но молитвами я прочитала две два письма вам двух совершенно разных человека из разных стран ну бывший советский союз конечно из разных стран и вы знаете что я хочу сказать что я очень рада что они пришли ко мне на канал потому что вот их любовь их счастье вот их радость она будет подкрепляться еще и духовный духовной подпиткой и вот все вот все будет и дальше складываться хорошо ведь господь вот дает нам встречи а дальше наблюдают а как мы не забудьте благодарить за все благодарите бога за каждую вашу встречу вы называете порой судьбу а ведь судьбой управляет именно господь нет никакой судьбы без бога вот так а теперь давайте следующее письмо прочитаем как же я люблю ваши письма вот так вот я с вами знакомлюсь вы мне пишите наличку меня уже столько накопилось наверно с нового года еще я еще не всем ответил я рано осталась без родителей одна воспитываю двоих детей и оформляю опекунство над двумя племянниками старшую дочь я родила в 27 лет когда поняла что горе отец струсил сказала себе представь что это экзамен сдай его как лучшая мама в мире затем появился сын история повторилась горевать было некогда работала для до последнего дня беременности потом декрет безденежье безысходность только дети и радовали дочь побеждала на многочисленных художественных конкурсов сынишка успешен и в учебе и в спорте правду говорят бог дал детей даст и на детей долгие годы безработицы наконец-то сменились хорошим делом постепенно наша семья перестала быть мало обеспечены детей никто не дразнил без отцовщины мы стали путешествовать ходить в театры музеи но вдруг заболела сестра и теперь ее дети стали моими однажды врач мне сказал люда ты такая женщина все выдержишь должна выдержать в любых обстоятельствах нужно оставаться человеком не падать духом и верить в лучшее она как видите таки наступает да людочка еще вы знаете у нас все время духовная на второй план все таки на первом плане должен быть господь бог иначе будут продолжаться дальше какие-то вот тут там то там выпады никто не говорит что нет страданий у конечно же есть есть и нужно переносить в страданиях мы возрастаем мы взрослеем в боге в страданиях мы как раз таки и получаем благодать все с радостью нужно переносить но все таки все таки с богом быстрее все проходит и дальше такая радость наступает которая без бога просто невозможно она просто не наступит а вы умничка и вы просто святая я скажу вам вы умничка я просто преклоняюсь пред людьми которые берут ответственность на себя как ни странно в нашей стране это делают в основном женщины если иностранцы с которыми я работал там мужчины берут ответственность на себя то здесь у нас стране в основном женщина вот берет ответственность на себя и деток вы взяли деток своей больной сестры какая вы умничка катюша ваш канал дал мне кислород и я его вдохнула хочу рассказать немножко о себе развод словно ветер может залететь в любой дом у одних он медленно затихает у других разрывает все в клочья я разошлась из-за измены мужа когда он был рядом я его ненавидела когда он ушел поняла что не могу без него вернуть не пыталась но пробовала обрести себя путешествовала ушла в работу меняла мужчин не помогала шли месяцы новая супруга моего любимого забеременела я немножко развеялась и вот звонок экс-муж соблаговолил пообщаться со мной поведать о новостях мы встретились на меня нахлынули прежние чувства в общем все произошло само собой и теперь уже он изменил жене со мной скажу честно я ликовала получила то о чем так долго мечтала он потлец она разлучница и она наказана мне стало легко будто выросли крылья после бурной ночи я небрежно упорхнула от него свою новую жизнь он просил о встрече я победоносно рассмеялась секс с бывшим мужем лечит от бывшего мужа почему бы и нет вот так вот мне такие письма тоже приходят конечно я никогда не назову ни имени ни фамилии тем более адрес электронного чтобы ответить но как бы вот кроме вопросов иногда вот такие вот истории мне пишут я их специально решила копить 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 чтобы потом вот так интернет семья в эфире вам выбрасывать выкидывать в мир а вы пишите естественно я предварительно согласовала это с девчонками и они дали добро поэтому вы пишите свои комментарии что вы думаете по первому по второму по третьим по 4 по 4 письма может быть где-то девчонки увидят где они неправильно вырулили или как сказать разрулили свою ситуацию все что от меня от меня такой совет девочки не шутите не играйте с огнем и не пачкайтесь не пачкайтесь потому что жизнь такая короткая и можно в такую в такую грязь себя вогнать в такое болото что потом отмыться будет невозможно все-таки посоветую вам советоваться со святым писанием тогда гораздо чище очищаешься с каждым днем становишься все чище и чище от тебя эти все грехи знаете как блохи отскакивают и без это не к вам прискакивает а наоборот отскакивают от вас просто эти блохи нужно их скажем так стряхивать 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 и стряхивать очищаться они наоборот себя марать будьте благословены я люблю всех вас и мне интересны все и мне нравится то что вы откровенны своих письмах пока пока